Приветствую вас, Женя. Два момента, которые я хочу вам сказать. Первый момент это отсутствие у вас смысла жизни, то есть вы не видите смысла жизни, вы не видите для чего живете, вы не видите зачем вы живете, вы не понимаете для чего вам дана жизнь и соответственно вы в таком невесомом состоянии находите. Вас как бы определяют другие люди, сами себя вы не определяете. Вот, и я бы сказал, что, ну вот в некотором, ну я бы сказал, в некотором смысле я могу вас понять, в общем-то, потому что это действительно тяжело, тяжело жить без понимания того, для чего ты живешь, без ощущения, без ощущения важности того, что ты делаешь. Так вот, понимаете. Я, я боюсь в этом отсчет, но я также понимаю и то, что есть, вот, есть, есть реальная возможность, да, помочь вам, помочь вам, эту ситуацию справиться. Так, значит, найти, найти что-то, именно вот в вашей жизни, да, найти что-то, что вам интересно. Найти что-то, что будет цеплять только вас. Найти что-то, что вам будет по душе. И что-то, что не будет определяться, не будет определяться другими людьми. Вот. А будет определяться только вам. Ну, потому что, вот, то, что вы делаете, да, вот, то, что вы делаете, например, сейчас, вот, то, что вы делаете сейчас, то, чем вы занимаетесь, на мой взгляд, сейчас, не имеете ничего общего с тем, что вы хотите. И мне кажется, что это основная проблема. Вот. Мне кажется, что это основная трудность, а именно вот, ну, именно ваша основная трудность, она заключается в этом. И если этот момент разобрать, то я думаю, что ситуация будет лучше, если вы поймете, что вам нужно именно в жизни. Не кому-то, да, не кому-то, а именно вам. Вот. Это первое. Второе. И, в общем-то, это тоже такой достаточно важный момент. Это то, что вы думаете, вы думаете, что можете отвечать за то, что жить вам или нет. Но, на самом деле, это не в вашей власти, вы не решаете, жить вам или нет. Потому что не вы решали, раздаться вам или нет. То есть, здесь, вот, в некотором смысле, все довольно просто. Вы не отвечаете за этот момент. Да. То есть, вы не отвечаете за то, ну, жить вам или умереть. Вы за это не отвечаете. Вот. Вы не можете за это отвечать. Потому что это не в вашей юрисдикте находится этот вопрос. Вот. И, соответственно, тот груз соответственности, который, ну, вот, который вы на себя взваливаете, вот, он на этот груз соответственности очень мощно, очень мощно давит на вас. Вот. Я думаю, что одна из задач, наших задач, это помочь вам избавиться от этого груза. Груза ответственности, который на вас давит. Вот. Вот. Это... Это... Такой момент. Это такой момент. Это такой момент. А следующее. Значит, эм... Зачастую... Зачастую... Мысли о смерти, мысли о смерти, ну, приходят к человеку, давайте скажем, скажем прямо, да. Не просто так. То есть, зачастую мысли о смерти приходят к человеку, потому что он чувствует... эм... Ну, какое-то... Какое-то, может быть, напряжение. Эм... Чувствуют, эм... 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 Какие-то... Какие-то... Индро... Индроекты, грубо говоря. Вот. Человек ощущает интроекты. Если... Эм... Можно... Так выр... 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 И вы... А... Как-будто... А... Вы как-будто вынуждены... Вы ... Именно вынуждены... Эм... Бороться... С... Эм... Эм... ну, с какой-то историей, да, вот, а извне, понимаете, вот, и я, я бы, ну, я бы, наверное, я бы, наверное, поисследовал бы вот этот момент опять, да, я бы поисследовал этот момент, потому что, ну, мне кажется, это, мне кажется, это важно, мне кажется, это достаточно важно, чтобы обратить на это внимание, самое причинное внимание, ваше внимание, вот. Эти интроекты, о которых я говорил, могут быть связаны с вложенной вам идеей о том, что вы должны умереть. Это могли сделать родители, сами того не желая, это могли сделать окружающие, сами того не желая, к этому могли прийти вы, стремясь оправдать чьи угодно ожидания, кроме своих, кроме, ну, вот, чьи угодно, когда вы оправдываете, чьи угодно пытаются оправдать остатки, да, кроме, кроме своих, вот. И, в общем-то, в этом смысле, опять же, действительно, вам понимают, понимают, насколько вам тяжело, вот. И дело, конечно, здесь не во враче, дело здесь не в том, что вам надо знать, себе разобраться и увидеть, где, где проблема, где, собственно, круг-кроется, это вот самая болезненная точка, это самое болезненное место в вашей ситуации, ваши проблемы. Вот. Дальше. Вы говорите про боль, вы говорите про страдания, и вы говорите о том, получается, что боли вы боитесь, вот. Утверждение, я бы сказал, довольно интересное, потому что хочется вас спросить о том, почему вы боитесь боли, почему вы боитесь страдания, что для вас боль, что для вас страдания, вот. Как вы, соответственно, относитесь к этому, почему вас отпугает, вот. И, соответственно, уже начинаете как-то разбираться, разбираться с этими вещами, с этими моментами, вот. Потому что это, очень, очень важно, что очень важно, вот. Что касается боли, что боль и страдания, это то, что он принесет человеку, в общем, в общем и целом, опыт и только опыт и без боли, невозможно никак развиться, невозможно. Невозможно стать, грубо говоря, кем-то, вот. Невозможно реализовать себя, невозможно раскрыть себя, и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. И, соответственно, вопрос, который есть к вам, а точнее даже не вопрос, а такое вот, если угодно, утверждение. Оно будет звучать, ну, наверное, следующим образом. Оно будет звучать так, что вы, получается, боитесь опыта, вы боитесь развития, вы боитесь развиваться, вы боитесь меняться, вы боитесь перемен. Почему вы боитесь перемен? Ну, это очень хороший вопрос, и ответ на него я уже сейчас могу предположительно, предположительно, именно предположительно, только, да. Как правило, люди боятся перемен тогда и только тогда, когда они не привыкли доверять своим чувствам, да, своим эмоциям, своим переживаниям, вот. Вот, а именно, вот, в эти моменты люди начинают бояться перемен, вот, потому что перемена, любая перемена, она, ну, условно говоря, предполагает, значит, что человек будет, ну, доверять своим чувствам, вот, любые перемены, предполагает, что человек будет, значит, как-то реагировать, реагировать на те события, которые в его жизни происходит, вот, и, соответственно, когда этого не случается, когда человек не способен это сделать, когда человек не способен, ну, адекватно реагировать на свои, значит, на перемене, которые в его жизни происходят, вот, ну, соответственно, соответственно, появляется страх, вот, соответственно, и в общем, в общем и целом, значит, появляется такая вот, грубо говоря, постоянно тревожные 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 Я вас понимаю, в этом смысле опять, я понимаю, почему вы так себя чувствуете, вот, но это на самом деле как бы ничего не значит, да, в том смысле, что с этим можно и нужно работать, вот, такая вот история, такая ситуация, вот, такой момент. Опять же, вот, ошибкой является ваш выбор, да, ваш выбор, то есть вы считаете, что, ну, у вас есть возможность, у вас есть возможность выбора, то есть вы думаете, что он способен сделать этот выбор, вы думаете, что, ну, вправе выбирать, значит, как-то жить ли вам или нет. Что касается страха смерти, то, позвольте мне здесь с вами не согласиться, потому что, ну, то, что все люди умирают, это, в общем-то, правда, вот, я полагаю, тут, ну, это будет поистине, но, что не является правдой, так это, пожалуй, то, что все люди боятся смерти, то вот, вот это неправда, потому что, например, я, ваш покорный слуга, да, ни в коем случае смерть не боится, вот, и страх смерти, он обратно пропорционален тому, насколько осмысленно человек живет, вот, вот именно обратно пропорционален, то есть есть обратная пропорция, вот, и вы, в принципе, сами способны будете это увидеть, это прочувствовать, когда и если будет проведена определенная работа с поиском вашего смысла жизни, вот, который сейчас, который сейчас для вас является загадкой, является тайной, и так далее, вот, такая история, такой момент, вот, я думаю, что достаточно ответил вам на вопрос, вот, хотя, безусловно, я отдаю себе отсчет в том, что, ну, что скорее всего этого мало, да, и скорее всего этого этого недостаточно, для, так сказать, того, что ваша проблема решилась, потому что она, проблема, появилась не вчера, да, и, значит, вероятно, не год назад, вот, но есть хорошая во всем, во всем этом не хорошая новость, то, что вы молоды, вот, и ваша молодость сама позволяет нам говорить о том, что вы можете достаточно легко эту ситуацию преодолеть, вот, достаточно легко можете, эээ, ну, как бы, эээ, освободиться от этого, вот, ага, эээ, но, нужно понимать, что вместе с, вместе с тем, эээ, что вы хотите умереть, вместе с тем, что вас, вот, эти мысли посвящают, эээ, вместе с этим, эээ, речь, эээ, речь, эээ, идет в том числе и о том, эээ, что вы не свободны, да, вот, что вы очень, эээ, сильно не свободны, и вы хотите, эээ, освободиться, то есть, вот это, это то, ээээ, что вас, ээээ, ну, грубо говоря, беспокоит, беспокоит, да, эээ, желание освободиться, вот, эээ, мне кажется, мне, мне кажется, ээээ, что, ээээ, именно ощущение не свободы, ээээ, ну, вот, ваше ощущение вашей не свободы, эээ, такой, если угодно, ээээ, глобальный, глобальный и толкает вас на подобные мысли. Я не думаю, что, ээээ, в ээээ, таком случае, эээм, уместно и правильно эээээм, говорить о том, ээээ, что вас нужно лечить. Я думаю, что можно и нужно вас не лечить, а помочь вам освободиться от тех ограничений, например, которые вы чувствуете, которые вы ощущаете. Вот это, на мой взгляд, крайне важно сделать, поэтому не все так однозначно, как может показаться нам, ну, на первый взгляд. Вот. И, соответственно, лучше всего, если вы все-таки пройдете к этому, ну, к этому вопросу деликатно. Да. Вот. Мне кажется, мне кажется так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен вам за его оценку, за оценку моего ответа в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Я желаю вам удачи. Я надеюсь, что ваша ситуация разрешится максимально безболезненно для вас. Спасибо.